вот подготовила корки с последнего арбузика для того чтобы с него сварить опять но уже не джима типа варенье будет у кого хорошие зубы можно не перемалывать вот хотя мне конечно лучше перемалывать но не знаю может перемалю может так сварю зубов то нет поэтому перемалываю а так у меня легко проглатывается и живот не болит опрос позапрошлом году варила не перемалывала не смогла съесть вот уже получше вот корочки этот арбуз был очень зелененький такой хлорофилла есть будет навалом а главное то что уже опыт его использования у меня несколько дней показывает хорошие результаты по такую массу можно и не варить джемом если не на длительное хранение то баночку простерилизованную сложить и в холодильник и добавлять просто в любые салаты и в первые блюда но он потому что так корочка не сильно сладкая поэтому тоже будет эффективно подготавливаю желатин так как я съедаю утром мне необходим еще коллаген но это не динатурированный обычный коллаген желатин считается но надеюсь что я его усвою так как там еще будет лимон с лимоном возможно будет легче усвоение ну вот с арбузными корочками закончили вот такие красивые они получились и на это количество достаточно будет одной половинки лимона а целый я думаю будет сильно кислый а мне кислого сильно тоже нельзя ну вот мой конфетюр из арбуза готов холодильник стоял вот такая у него консистенция немножко жиже получился у меня чем вот джем вот это у меня джем а а вот этот конфетюр видите разницу вот он это конфет конфетюр везде можно добавлять выпечку десерты так как самостоятельно лакомство кушать диабетиком тоже хорошо здесь сахара немного и запах стоит выраженный такой арбузом тут у меня тут лимоном у меня больше пахнет а здесь больше арбузом пахнет ну вот экспериментируйте творите